Всем привет! Обзор планшета Prestigio Seed A7. Это версия на 1 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти, 3G-версия. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию планшета. Так, что с ним идет? Вот, защитная пленка сразу идет в комплекте. Дальше сам планшетник. Вот, и комплектация к нему основная. Это адаптер питания. И кабель Type-C. Что интересно, да, стоимость планшета меньше 100 долларов, там в районе 80. И у него идет Type-C. Я такое, наверное, вижу впервые. Чтобы даже, бюджетные даже смартфоны, ну минимум там хотя бы 150 долларов были, чтобы у них был Type-C порт. Вот, тут вот такой вот бюджет, когда впервые такое вот вижу. Дальше тряпочка есть в комплекте и документация. Неплохая для планшета комплектация, с защитной пленкой, с тряпочкой. Вот. Так, и теперь по самому планшетнике. Диагональ дисплея 7 дюймов. Вот спереди у нас дисплей, 7 дюймов разговорный динамик, фронтальная камера, снизу у нас прорезь для динамика, микрофон, справа кнопка включения, кнопки регулировки громкости, задник у нас такой вот пластик, прорезиненный, приятный на ощупь, камера вспышка, лого престижа. Сверху джек для наушников, слот, вот под заглушкой. Тут у нас для microSD карточки слот и для сим карточки для того, чтобы 3G поставить сюда. Закрываем этот слот и порт Type-C. Так, разблокируем планшет, батарейка скоро разрядится, всего лишь 14% осталось. Так, хорошо, Geekbench 5, это я уже все поставил. Дисплей здесь HD, IPS, матрица, но IPS, ну, такого себе качества, в принципе, особого выцветания углов нет, но, такое вот немножко странно выглядит этот IPS. HD-разрешение, возможно, да, это вот связано с небольшим разрешением для 7 дюймов, тут всего лишь 1024 на 600 точек, что, конечно, такого дисплея маловато, но мы понимаем, что это бюджетный планшет и чего-то тут ожидать от экрана, конечно же, не стоит. В общем, все тут достаточно бюджетно, скромно и по характеристикам, и по экрану. Так, по планшете у нас Android 10, 1 гигабайт оперативки, Geekbench 5, синтетический тест, процессор у нас Spreadtrum ST7733E, это 4-х ядерный процессор, который работает на тактовой частоте 1,3 ГГц. Так, ну, вот у нас одноядерный и мультиядерный тест, результаты его небольшие, закрываем, и Antutu Benchmark смотрим результаты в этом тесте. MicroSD, кстати, поддерживается до 128 ГБ, так, 36 тысяч всего лишь, вот, и посмотрим, как работает тяжелая игрушка GTS Andres на этом планшете. Габариты планшета, высоту, если мы вот так вот его держим, то высота его будет 111 мм, по ширине 184, толщина 10,2 мм, то есть чуть больше сантиметра, вес 248 граммов. Батарейка 3000 мАч, но мы понимаем, что тут, конечно, экран нетребовательный, процессор нетребовательный, поэтому даже, вроде как, небольшая по современным меркам батарейка 3000 мАч, тут будет ее достаточно. Планшет проработает свои, там, 7-8 часов активного использования. Так, сейчас яркости добавим, то яркость совсем-совсем низкая. Вот тут графику я регулировать не буду, потому что на максималках он работать не будет, даже вот на средних, сейчас посмотрим. Скорее всего, будет тормозить. Ну, более-менее, более-менее справляется железо. На средних настройках чуточку подтормаживает моментами, но в целом, думаю, что это даже незаметно будет особо на камере, вживую заметно, но в целом работает нормально, да, приемлемо работает ГТАС-Андрес на этом устройстве. Вот камера здесь, основная и фронталка имеется, фронталка чисто на 3 мегапикселя, это для, ну, даже для видеозвонков, ну, вот, для каких-то там видеозвонков, для небольшого, не очень хорошего качества, для фотографий, конечно, не поиспользуешь. И основная тут тоже для галочки, можно сказать, 2 мегапикселя всего лишь она. Так, хорошо, закрываем, вот, и на этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на Кломакси Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео, пока!